Начало Джангуля Так заканчивается Последняя мысль Джангуля Продолжение следует... Продолжение следует... Помню, мне нравилось с этого мыса Смотреть на то-то бесконечное море Здесь можно было залипнуть Надолго Надо записать Поставить на повтор Да, машина здесь сильная Это измолотили берег верхний И вот туда, к этим вышкам Допустим измолотые машины Допустим измолотые машинки Допустим измолотые машины Допустим измолотые машины Допустим измотали Что-то как-то я поспешил На самом деле вот начало Джангуля Допустим измотали Сравнивать Допустим измотали Что это? Допустим измотали Измотали Продолжение следует... И вот сюда Здесь, кстати, все побережье, вот в таких вот крутых пещерах. Не знаю, на байдарочке было бы интересно, но пока якинка, вот, наверное, заплывать. Особенно со стороны, конечно, со стороны, вот. Вот. Как-то бы хочется прыгнуть сюда, как-то говоря, как-то чисто. Да, конечно, красиво. Ну, потому что что-то как-то я все время не проходил. Не помню, что я не знаю. Как-то я не обращал на него внимание. Да, красиво здесь тоже. Как-то я не знаю, здесь спускаются вниз. Там мы отдыхающие приткнулись. Прямо на носу. На полке прям. Ну, наверное, я туда не пойду, к вышке. Надо как-нибудь раньше поворачивать от кошар. Ну, наверное, там хрен пройдешь. Там вон забор. Ну, какой-то дом. Ну, родни вон. Ну, какой-то дом. Надо ленивку. Иду на мыс Ай. Уже солнце село. Не знаю, успею передать их засветло или нет. Вот как подняться сюда. Доезжайте до Гончарного. Вот. Проходите до магазина. Там в центре села. Ну, то есть одна дорога. Вот эта трасса, которая пошла в сторону села. По ней идете. Там доходите до магазина. Там есть центр какой-то. Кстати, там у них источник. Но он пересох на данный момент. Вот. И там дорога вправо. Главная улица. По ней надо идти до какой-то... Я не знаю, что там. Тоже что-то для отдыхающих. И у них на территории, я смотрю, такая большая ступа буддистская. Белая. Не знаю, кто там может какие-нибудь очередные эти. Как их называют. Ну, не знаю, кто они, короче. Вот. И от этой... От ворот прямо вверх пошла дорога. Такая грунтовка автомобильная. И идти надо по самой накатанной. Идти, я не знаю, больше часа по-любому. Подъемы там крутые. Бывает. Вот. И она упирается в ворота. Железные. Это как бы заповедник, что ли. Олени. Тут олени какие-то размыть. Вот. Там сидит мужик. В будке. В принципе, можно было воду не тащить. Но я думаю, если там один-два человека, он бы налил. Он мне предложил налить воды. Я говорю, нет, не надо. Мне внизу сказали, что воды вообще нет. Так что бери больше. Что там налили у меня? Полторашку. Вот. Вообще, в самом селе вода покупная, как я понимаю. То есть там тоже развозят ее. Вот. В общем, короче, с водой везде жопа. И от этих ворот влево уходит дорога. Вроде она должна выйти на трассу на Форос, как сказал мужик. Вот. Но это я проверю уже, наверное, завтра. Короче, доехал я до Гончарного от Оленевки. Там местный мужик меня довез до Черноморского на выезд сразу. Вот. Оттуда мне попался интересный парень местный. Дмитрий Завут. Он мне там рассказывал. Я так понимаю, он еще интересует археологией, историей местного края Крыма. Это интересно мне. Я спросил, кстати, про то, что вот... Я слышал байку, что все источники татары забили шерстью, когда их Сталин высылал. И чтобы вроде никто не нашел, они их забили шерстью и засыпали. Ну, говоришь, вся эта херня. Вот. А про Джангуль. Ну, вообще про тот край. Вот про эти источники я тоже спросил. Он говорит, что там вообще они есть. То есть это бьет... Не морская вода просачивается сквозь мел, как я думал. А прям реальные источники откуда-то из земли. Потому что, он говорит, в детстве ныряли там, у берега. И в некоторых местах прям под водой бьют вот эти вот пресные воды. Говорит, прям даже можно подплыть и ее попить. И видно даже, бывает, говорит, что... Ну, по цвету воды. Но я, да, видел, что пресная вода отличается по цвету. Вот. С ним я доехал прямо до, где уже кончается Сусаки, поворот на Севастополь как раз. Так. Там тоже меня кто-то забрал. А, да. Там еще один парень забрал с ним и доехал до трассы, которая идет на Севастополь. Севастополь-Симферополь. Или, по-моему, куда-то так... А, нет. Ну, короче, с Севастополя какая-то... С Симферополя какой-то раз идет. Там такой зигзаг получается. Пять километров в сторону моря. И опять на Севастополь. Этот зигзаг я тоже проехал. В общем, короче... Доехал до Севастополя. Ну, не то, что быстро, но нормально. А под Севастополем что-то застрял. Кстати, да, вот тут вот надо уже каждого водителя спрашивать, таксист он или нет. Потому что 90% остановившихся... А их было всего три штуки. Были таксисты. Четвертый, кстати, который меня забрал, тоже был таксистом. Я говорю, я его спросил, таксист? Он говорит, да. Я говорю, ну, я типа автостопом. А, ладно. Поехали. В общем, короче, доехал с таксистом. До Гончарного. Вот теперь иду на Мыса. Мужик сказал... Ну, егерь. Не знаю, охранщик это или егерь. Что там уже стоит спалаточный лагерь. Не знаю, там будет место, но я думаю найду. У меня палатка небольшая. Так что... Вот так вот. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 На Севастопольскую тропу Хорошо хоть порастали, а так вообще не догадаешься, что здесь что-то будет. Тропа не метка, ни хрена нет. Вот такая вот тропа, Севастопольская. Кстати, вот третий вид можжевельника уже здесь вижу. Колючий, вот такой, и еще там с мелкими этими листиками. Такой лес вот, ну это как обычный крымский лес. Он весь в решальниках, то есть межсезонье и зимой здесь, наверное, довольно-таки сыро. Да, летом, конечно, здесь гулять тяжеловато. Самое время это вот весна. Где-нибудь апрель, наверное, потому что я в мае был. Наверху там еще в начале мая, а на Четердаге еще снежники даже лежали. В таких тенистых местах. Ну здесь-то навряд ли, конечно, вообще снег бывает. Ну, по крайней мере, дожди хотя бы идут. Вот сейчас я иду в утром, вроде. Прохладно, да. Прям хорошо так. Но когда солнце будет выше, то пойдет уже гораздо тяжелее, особенно на подъемах. Ну и плюс еще одной бутылкой воды меньше. Я бы даже сказал, полторы. В общем, вот такая тропа. Довольно-таки натопканная. И хорошо ответвлений нет никаких. В принципе, не ошибешься.